Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Справедливое решение. Самарским ветеранам труда вернут единые денежные выплаты, отмененные в 2017 году. Предотвратить нарушения режима самоизоляции. В Самарской области тестируют систему QR-кодов для выхода из дома. С заботой о безопасности сотрудников и клиентов. Пищевые предприятия Самарской области усилили и без того жесткие меры гигиены. С мая ветеранам труда Самарской области вернут единые денежные выплаты. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Выплаты получат почти 90 тысяч человек. Все они до марта 2017 года получали выплаты, но потом их отменили. Какие еще важные решения приняты, смотрите в следующем сюжете. Решение принято, льготы вернут. Восстановить справедливость именно сейчас, в канун празднования 75-летия Победы, глава региона Дмитрий Азаров считает правильным. Я принял решение. Первое. С 1 мая 2020 года вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1 марта 2017 года. Таких заслуженных людей в регионе почти 90 тысяч. Еще раз подчеркну, что выплаты начнутся в мае текущего года. Соответствующее поручение дано правительству региону. Выплаты отменили в марте 2017 года для работающих граждан. Перечислять деньги решили только неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, пенсия которых составляет менее 19 тысяч 500 рублей. Такое решение вызвало недовольство жителей. Предложение вернуть выплаты поступило от ветеранских организаций. Все правильно губернатор сделал, потому что касается большого количества наших граждан и льготников и всех граждан нашей губернии, которые своим трудом заслужили этого. У каждого большой трудовой стаж и они действительно достойны того, что все-таки Родина оценила. Я очень благодарна и признательна губернатору, что он принял правильное решение. Поддержка будет очень большая для ветеранов, для пенсионеров. Кроме того, важное решение глава региона принял и по труженикам тыла. У нас в Самарской области до сих пор не обеспечены жильем 325 труженика тыла. Есть госпрограмма, она работает, но по ней в этом году предусмотрена покупка только 121 квартиры. А полное решение проблемы намечено на 2022 год. Но этот год особенный. Год 75-летия Великой Победы. Поэтому принимаю решение обеспечить всех нуждающихся тружеников тыла жильем уже в текущем 2020 году. Вернуть льготы ветеранам труда и обеспечить жильем тружеников тыла позволят деньги, выделенные Самарской области по президентскому гранту. Напомню, регион по результатам социально-экономического развития признан одним из лучших страней и получил по указу президента 1 миллиард 460 миллионов рублей. В Самарской области организовано общественное обсуждение, на что лучше потратить эти деньги. В топе предложений от населения в том числе было возвращение выплат ветеранам труда и приобретение жилья для тружеников тыла. Но окончательное решение должны были принять 22 апреля в ходе общественного голосования. Но его перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что большинство жителей Самарской области поддержат его решение. В Самарской области начались досрочные выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Это одна из мер поддержки, о которой говорил Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта. Президент поручил не ждать до 9 мая, а выплатить дополнительные пособия уже в апреле 2020 года. Самарский филиал Пенсионного фонда России проводит перечисление денег с начала апреля. Единовременные выплаты ветеранам в связи с юбилеем Победы назначены указом президента от 7 февраля 2020 года. По 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда и дети, узники концлагерей. И по 50 тысяч рублей получат труженики тыла и совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто. Для получения пособий не надо писать никаких заявлений. Они автоматически начисляются вместе с обычными пенсиями. Эти выплаты 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Самарской области получат в размере 75 тысяч рублей 6 824 участника Великой Отечественной войны и в размере 50 тысяч рублей 13 978 тружеников тыла. Деньги ветеранам доставят на дом или на карту, согласно досрочному графику получения пенсий. Сейчас большинство пожилых людей находятся в самоизоляции. Чтобы не нарушать режим, наш корреспондент связался с ними по телефону. Ну, получила, спасибо, 50 тысяч я получила. В 12 лет я закончила 4 класса, и вот этот 13-й год я работала в пелятнице, и потом работала на посевной. Ну, мы все работали, не только я. Я учителем работала, 43 года учителем отработала в Отрадном. У меня учились очень многие отрадненцы, ну, а потом уже вот на пенсии сейчас. Я могу только сказать большое-большое спасибо. Мне 92 года. Ну, в общем, я очень-очень довольна. Довольна тем, что оценили труд детский во время войны. Я эти деньги распределила среди всех внуков и правнуков. И правнуков всем, все-все-все. Говорю, это от президента мне, а я как президента даю вам. Чтобы выйти из дома, самарцам нужно будет получить разрешение с помощью QR-кодов. С сегодняшнего дня эта система в тестовом режиме заработает в Кенеле. Об этом сообщает Департамент информационных технологий администрации губернатора Самарской области. Система контроля режима самоизоляции разработана, по примеру, той, что уже работает в Татарстане. Перед выходом на улицу нужно будет зайти в приложение, поставить галочку в нужной строке и указать цель выхода. Например, поход за продуктами. После этого вам придет на телефон QR-код. И если на улице представители полиции спросят, куда вы двигаетесь, достаточно будет его предъявить. Первая неделя действия режима самоизоляции в Самарской области показала, что большинство людей соблюдают требования. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Но есть и те, кто нарушает строгие правила. Сознательно или полегкомысливо. Именно для них сейчас действует штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Это очень существенный штраф. Но основной его целью является сохранение здоровья и жизни людей. Поэтому еще раз настоятельно прошу, соблюдайте режим самоизоляции, строго придерживайтесь правил. Пусть даже они кажутся лично вам излишними и необязательными. Помните, нарушая вы можете навредить не только себе, но и окружающим. Напомним, за последние трое суток новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Самарской области нет. В больницах по-прежнему остаются 8 человек, еще 9 выздоровели и выписаны домой. Но не стоит забывать, говорит губернатор, что сейчас под медицинским наблюдением остаются 4 436 человек. У 11 человек взяты повторные анализы. Результаты первого теста оказались сомнительными. Все они находятся под наблюдением врачей. Самарские депутаты и общественники приняли участие во всероссийском совещании с руководителями региональных волонтерских штабов, которые сейчас помогают гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Его провел председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. С самарской стороны встречи руководил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо отладить механизм взаимодействия властей всех уровней и волонтерского движения. Также Дмитрий Азаров отметил, что необходимо оказывать поддержку всем добровольческим движениям, которые сейчас помогают жителям области. Самарские волонтеры рассказали, что уже сейчас в области оказывается всесторонняя поддержка пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Им помогают закупать продукты, оплачивать ЖКХ, решать другие сложные жизненные ситуации. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших волонтеров, поблагодарить, конечно, наших врачей, всех, кто на передовой сейчас, что называется, находится в борьбе с эпидемией. И давайте продолжим эту работу, в том ключе, в котором она сейчас ведется. Это время, которое сейчас есть, может быть, не такое напряженное еще с точки зрения обращения людей, использовать, чтобы отладить все механизмы взаимодействия на всех уровнях. С правительством региона, с муниципалитетами, с нашими местными отделениями, с ОНИЕ в полной мере, чтобы у нас никаких сбоев не было. В Самаре на маршрут вышли более тысячи единиц общественного транспорта. Это связано с тем, что некоторые предприятия приступили к работе. Водители и кондукторы в салоне автобуса в обязательном порядке находятся в медицинских масках и перчатках. Насколько самарцы прислушиваются к рекомендациям Роспотребнадзора в сюжете Елены Малютиной. В самый час пик мы видим, что людей в автобусах по-прежнему мало. В основном заняты только сидячие места. Люди стараются соблюдать дистанцию полтора метра, а также носить маски. Каждый человек хозяин своего здоровья. И в первую очередь он должен думать о нем, а не о других каких-то делах. Сейчас, особенно в данный момент, какая сейчас ситуация вообще в мире стоит, то мне кажется, это без маски выходить сейчас. Даже просто за хлебом, это считается как минимум не обдуманно. Кондуктор Ирина Рябова каждый день перед выходом на маршрут проходит инструктаж. Медицинскую маску меняет каждые два часа. Говорит, многие соблюдают режим самоизоляции. Пассажиров стало в разы меньше. Большинство старается обезопасить себя и носят маски. Но при этом остаются и те, кто игнорирует рекомендации. Мы напоминаем, кто без масок заходит. Просто говорим, что желательно надеть маску, надеть перчатки. Карты в руки не беру, на расстоянии как-то это делаю. Они сами прикладывают свои карты, то есть я их не беру в руки. У меня практически все с картами наличные, как таковых нет. Всем рекомендуют обезопасить себя, не только нам, но и всем, кто находится на улице. Раз идут рекомендации, конечно, важно. Мы тоже соблюдаем, как вы видите, все наши работники, всем нам выдают перед выездом на линию маски. Проходят инструктаж. В Самаре увеличилось число работающих предприятий, а значит и пассажиропоток. Поэтому на маршруты вышло более тысячи единиц общественного транспорта. На оперативном штабе в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной представители департамента транспорта рассказали, что регулярно проводят мониторинг пассажиропотока и держат ситуацию под контролем. Социальное дистанцирование в общественном транспорте сегодня, я могу сказать, что выполняется. На завтра мы предполагаем выпустить такое же количество общественного транспорта, поэтому с учетом того, что у нас сейчас работает пока не значительное количество предприятий общественного транспорта достаточно. Кроме того, общественный транспорт регулярно дезинфицируют специальным раствором, который рекомендовал Роспотребнадзор. Его закупили с запасом. Хватит на несколько месяцев. Елена Малютина, Максим Гусев, Константин Головин. События. В самарских детских садах продолжают работать дежурные группы. С начала этой недели в них стало больше на 800 воспитанников. Это также связано с тем, что ряд предприятий возобновили свою работу. Мария Левина отправилась в детский сад в Крутых Ключах и узнала, как там принимают малышей. Ольга Амелина уже 15 лет в педагогике. В первом детском саду работает с его открытия. На время самоизоляции малышей здесь принимают три дежурные группы. Приходят дети из соседних садов. Всего сейчас их 17. Каждому важно найти подход и помочь адаптироваться в новых условиях. Наша главная задача – это пройти правильную адаптацию. Адаптация начинается с хорошего расположения детей друг к другу. От этого очень важно зависит, как воспитатель к этому сам отнесется. Мы, конечно, стараемся найти какие-то коллективные общие игры, заинтересовать их чем-то. Впрочем, малыши сейчас в таком возрасте, когда быстро привыкают и к новым людям, и к новому месту, говорят эксперты. Павел Шмыгалин привел сюда сына в этот понедельник, потому что сам вышел на работу. Малыш сначала чувствовал себя неловко, но после добрых слов воспитателя и улыбок новых друзей стал увереннее. Мы живем здесь неподалеку, приходим в садик, в дежурную группу, так как мы работаем, поэтому нам приходится приходить в дежурную группу. А вообще так нас все устраивает, потому что живем очень рядом, удобно. Первым делом, когда малыш пришел с улицы, мыть руки. Давай капельку мы закапывай на ручке. Хорошенечко возделай такую лодочку, опусти под водичку. Опускай под водичку. Каждому ребенку измеряют температуру как на входе в детский сад, так и в группах. Каждые два часа помещение обрабатывают, во всех группах работают бактерицидные лампы. Несмотря на то, что сейчас малышей не так много, готовят для них на кухне прямо в саду. При необходимости попасть в дежурную группу может любой ребенок. Эксперты обращают внимание, что в поликлинику за медицинской справкой идти не нужно. Малыша смотрят в детском саду. Здесь в постоянном режиме функционирует медицинский кабинет. Достаточно только заявления на прием от родителей и письма из вашего детского сада. С начала недели в дежурных группах самарских детских садов стало больше на 800 воспитанников. Мы готовы обеспечить прием детей во все детские сады и дежурные группы, не только в муниципальные, но и в частные. Чтобы наши родители, которые в этот момент заняты на производстве или задействованы в других сферах, могли спокойно работать. Функционерный дежурный групп в муниципальном округе Самара, конечно, находится под регулярным ежедневным контролем департамента образования. Даже лично под моим контролем. Каждый день специалисты выезжают на проверки в самарские детские сады. Кроме того, в социальных сетях можно найти номер мобильного телефона руководителя департамента и при необходимости обратиться лично к ней. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Неделя началась продуктивно. Свыше сотни самарских жизнеобеспечивающих предприятий вернулись к работе. Есть и такие промышленные гиганты, которые не останавливали производство вовсе. Подробнее расскажет Мария Левина. 111 предприятий Самарской области возобновили работу с этой недели. Среди них в первую очередь флагманы экономики региона. Автоваз, Прогресс, Кузнецов, Весна. Губернатор Дмитрий Азаров дал им зеленый свет по многочисленным обращениям работодателей. Но, отметил глава региона, необходимые условия – тщательная проверка соблюдения санитарных норм. Безопасность самарцев в приоритете. Для Самарской области, одного из мощнейших промышленных центров страны, крайне важна работа системообразующих предприятий. По всем предприятиям работодатель должен определить минимальную численность работников, необходимых для функционирования предприятий, и обеспечить возможность работы сотрудников в удаленном режиме. Одной из систем образующих предприятий региона – завод «Авиаагрегат». Здесь реализуют стратегически важные задачи. Проектируют и производят шасси для различных типов самолетов. Всего на предприятии работают 2000 человек. На время самоизоляции завод приостановил производство. Сегодня рабочие места заняли 200 человек. Все они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Каждую неделю здесь составляют новый график, решают, сколько человек выйдет на производство. Список формируется, исходя из обстановки в регионе и стране в целом. Есть и те предприятия, где работа не останавливалась ни на один день. Например, пищевые. Здесь на производстве заняты около 900 человек. На фабрике позаботились о безопасности сотрудников. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию между людьми, нанесли специальную маркировку. Расстояние в полтора метра организовано не только на рабочих местах, но и, например, столовой. Регулярно проводят дезинфекцию. Особое внимание перилом и ручкам дверей. Офисные сотрудники могут при желании работать удаленно. Встречи были заменены переговорами по скайпу и смарт-очками там, где это возможно. Также мы увеличили количество фабричных автобусов для доставки сотрудников, чтобы обеспечить необходимое расстояние между людьми. Здоровье людей – наш основной приоритет. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы обеспечить здоровье и безопасность сотрудников. Мы предприняли ряд мер по обеспечению безопасности на нашей фабрике. Наша продукция полностью безопасна. На всех самарских системообразующих предприятиях проводят ежедневный мониторинг по соблюдению санитарных норм. Самарская область обладает большим потенциалом в промышленности. По данным за прошлый год, регион занял четвертое место в ПФО по объему отгруженных товаров и добыче полезных ископаемых, обеспечению электрической энергией, газом и паром. Пятое – по обрабатывающим производствам. И первое место – по водоснабжению, организации сбора и утилизации отходов. Важно не допустить простоя в работе промышленных предприятий. Мария Левина, События. Оперативная помощь для пожилых людей, которые сейчас вынуждены находятся на самоизоляции. В Самаре заработала региональная горячая линия для пенсионеров и маломобильных граждан. Подробности узнал наш корреспондент. Вы не стесняйтесь, звоните на горячую линию, все привезем, все сделаем. Пенсионерка Нина Стасишина встречает волонтеров, которые ей привезли лекарства. Сейчас она не выходит из дома, а социальный работник приходит не так часто. Ситуация почти безвыходная. Если бы недавно не заработала региональная телефонная линия для пожилых и маломобильных людей, которые из-за пандемии коронавируса сейчас находятся на самоизоляции. Особенно лекарства. Хлеб там, ладно, можно перекусить, как говорится, с картошкой или чем. А лекарства, особенно давление, оно мне очень нужно. Жизнь, просто жизнь необходима. Отрадно на душе то, что в такой тяжелый период можешь помогать вот таким вот пожилым гражданам и маломобильным людям. И, безусловно, очень важно, когда говорят обычное человеческое спасибо, очень отрадно на душе становятся. Региональная горячая линия – это часть всероссийской акции «Мы вместе», благодаря которой десятки пожилых людей получают необходимую им помощь. До этого все звонки из Самарской области стекались на федеральную линию. И заявки порой не удавалось отрабатывать оперативно. Свой колл-центр появился и в Самаре. Его операторами стали студенты местных вузов. Всего на региональную линию уже пришло 400 звонков, а добровольцам передали более 60 заявок. Для помощи жителям области ранее был создан объединенный волонтерский центр. Сейчас в регионе уже насчитывается более 100 добровольцев. В рамках проекта «Мы вместе» мы в основном делаем три вещи. Мы помогаем людям пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции, купить продукты, лекарства и, если им необходимо, помочь оплатить услуги ЖКХ. Позвонить на региональную горячую линию можно по телефону, указанному на экране. Важно! Все добровольцы работают в одежде с символикой ресурсного центра, общественного народного фронта, либо движения «Волонтеры-медики». Сергей Кизуркин, Семен Безгенов, Константин Головин. События. Самарская повесть о настоящем человеке. Легендарный летчик Алексей Моресев проходил лечение и реабилитацию в тыловом Куйбышеве. 5 апреля 1942 года самолет Моресева был подбит в бою с немцами в Новгородской области. Героя ампутировали обе ноги, но, несмотря на это, Алексей Моресев смог вернуться за штурвал истребителя, став героем хрестоматийной повести и образцом мужества и героизма для всех советских людей. О подвиге Алексея Моресева, летчика, вернувшегося за штурвал истребителя после ампутации обеих ног, знал каждый советский школьник. Хрестоматийная повесть о настоящем человеке Бориса Полевого очень близка к биографии летчика, но не лишена художественного вымысла. Это касается не только фамилии. Автор изменил ее с Моресев на Мересев. В повести говорится, что после операции главный герой проходил реабилитацию в Подмосковье. На самом деле, Моресева доставили на реампутацию в ИВАК-госпиталь 3999 в Куйбышеве, а затем он проходил реабилитацию в санатории имени Фрунзе. Сегодня это санаторий имени Чкалова. Там он учился танцевать на протезах, инструктор лечебной физкультуры, вот в фильме. Это было в санатории проходило. И там же, когда добро получили, напротив, напротив, через Волгу, в Рождественную, для него подготовили, соответственно, истребители с ручным управлением. Значит, после этого, соответственно, сбил 7 немецких истребителей, после этого стал героем Советского Союза. Олег Григорьевич Яковлев сегодня почетный начальник областного госпиталя ветеранов. Госпиталь является правоприемником того самого, где Алексей Моресьев проходил лечение и реабилитацию в Куйбышеве. В канун 45-летий Великой Победы он ездил на прием к легендарному летчику в Москву. В 1989 году Моресьев был заместителем председателя Всесоюзного комитета ветеранов войны. Тогда герой Советского Союза помог в поставке медицинского оборудования. После его обращения в Минздрав, куйбышевский госпиталь был оснащен японским аппаратом УЗИ. Он встал из-за стола навстречу мне. Значит, обнял меня. Я впервые увидел, потому что кадочников в фильме, игравший Моресьев, был высокий. А настоящий летчик-истребитель, конечно, он должен быть, как и космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, маленького роста. Взял два стаканчика и мою бутылку водки. За славный город Куйбышев, которым мне вернули, поставили на искусственные ноги, значит, и научили летать. Алексей Моресьев прожил долгую и плодотворную жизнь. Много помогал и ветеранским организациям, и лично каждому нуждающемуся. Он стал образцом мужества и несгибаемой воли для всех советских людей, исполнив свою мечту – летать, несмотря ни на что, во имя Великой Победы. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. Бывший генеральный директор Самарского связи «Информ» и один из основателей первой самарской мобильной компании «Смарц» Борис Скворцов скончался ночью 6 апреля в 80-летнем возрасте. 24 года он проработал начальником Самарского областного производственно-технического управления связи, потом возглавил связь «Информ». С апреля 2003 года работал заместителем генерального директора «Смарца». Он был академиком Международной академии связи, действительным членом Академии телекоммуникаций и информатики и Международной академии информатизации. Редакция нашего телеканала выражает соболезнования его родным и близким. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok